Получается, что данный микроэффект говорит о том, что положительно связаны между собой функция акции протеста и функция информационная. То есть, организации, которые занимаются акциями протеста, они активно выполняют информационную функцию через свои информационные ресурсы. Таким же образом, я рассмотрел каждый из этих двухмерных и трехмерных эффектов, выяснил, что эти трехмерные эффекты не включают значимые микроэффекты при выбранных контрольных группах. А эти включают. Причем, вот синим обозначен трехмерный эффект, микроэффект, в котором значимый, говорит об отрицательной связи. То есть, если у организации есть функция, например, физподготовки, малая вероятность, что она занимается этой функцией или этой функцией. Или наоборот. Если у организации есть эта функция, то, скорее всего, нет этой или этой функции. Ну и так далее. Симметрично интерпретируется. Отрицательную связку я выделил, пометил синим. Вот она здесь присутствует. Все остальные связки здесь красные, то есть положительные. При этом есть два эффекта трехмерных, в которых положительно связаны между собой отрицательные категории, то есть закодированные нулем. То есть нет. Если у организации нет функций мемориальных акций, то у нее, скорее всего, нет и акций прямого действия, и функций физподготовки. Если у организации нет, опять же, акций прямого действия, и физподготовки, то нет, скорее всего, и правозащиты. Также жирным обозначены связи двухмерные, а нежирным линиями обозначены связи трехмерные. Снова обратим внимание на верхнюю табличку, и мы увидим, что в строке суммы доминируют переменные А4, А8 и А10, причем наибольшая доминанта у А8. Это может свидетельствовать о том, что функция А8, физподготовка для организации, является определяющей в остальных формах ее активности. Потому что именно функция физподготовки связана прямо или обратно с большинством других функций. То есть, эта функция корневая, я ее расположил в основании всех остальных функций.